На коврике, в комфортное положение, либо стопы под собой, или же ноги скрестно, в обычном скресте, может быть чуть глубже, так как вам позволяет ваше тело. Вы должны сидеть комфортно, седалищные ягодицы, заземляем, чувствуем две точки опоры в них. Расслабленные бедра, прикрываем глаза, тыльная сторона ладони, мягкая, лежит на бедрах, расслабленные руки, длинный-длинный позвоночник, плечи чуть отводим назад, лопатки соединяем вместе, раскрываем слегка грудь, удлиняем живот, убираем излишний прогиб поясницы, не даем ей округляться также. Слегка затылок проталкиваем назад и вверх удлиняем заднюю поверхность шеи, расслабляем мышцы лица, из макушки вытягиваемся на пару сантиметров вверх. Приходим полностью внутрь себя, в свои ощущения, отпускаем все лишние мысли, которые преследуют наше внимание и возвращаемся вниманием внутрь своего физического тела. Ощущаем себя в моменте здесь и сейчас. Почувствуйте пространство вокруг вас, почувствуйте полностью ваше тело, осознайте его положение в пространстве. Еще раз за макушкой хорошенечко вытянитесь вверх, удлините себя. И сейчас осознайте самые напряженные участки в вашем теле. Постарайтесь усесться так, чтобы вам было действительно комфортно, если нужно использовать какие-то пропсы, возвышения под ягодицы, используйте их обязательно. Сейчас нам нужно расслабиться. Для этого мы должны комфортно ощущать себя. Сегодня мы будем освобождаться от лишних эмоций, блоков. Чаще всего в теле они концентрируются в области грудного отдела и в области наших бедер. Скапливаясь там, со временем они зажимают его, зажимают наши бедра, не дают им быть свободными, раскрытыми. Там располагается муладхара чакра и сакральная чакра. Там, где у нас поднимается максимально спид нашей энергии и поднимается оттуда вверх. Зажимая бедра, мы закрываем себе этот энергетический источник, энергетический ресурс. Сделайте глубокий вдох от самого пола, поднимите через весь позвоночник. Вдох вверх до самой макушки. И с выдохом отпустите его в космос. Расслабьтесь. Глаза, нижняя челюсть. Также куча эмоциональных блоков скапливается в грудном отделе, закрывает его. Это проекция нахат, чакры, область любви. Она закрывается, и мы становимся неспособны принимать любовь из-за своих страхов, блоков, накопленных обид и неспособны отдавать ее. Потому что мы просто боимся то, что нас опять кто-то обидит. Сегодня мы будем прорабатывать эти зоны, отправляя внимание именно в них, освобождая себя от ненужного, освобождая пространство внутри нас, которое будет наполняться новым опытом. Перенесите внимание в область грудного отдела. И теперь вдох поднимите от таза через весь позвоночник. И остановите его в области грудного отдела. С выдохом верните его обратно по позвоночнику вниз. Продолжайте дышать, поднимая вдох до грудного отдела. Наполняйте полностью легкие до самых ключиц. Раскрывайте вашу грудь. И выдох возвращайте обратно. Еще один глубокий вдох. Расширяются ребра в стороны. Поднимается слегка, ключица вверх. И выдох. Отпускаем мягко вниз. Сейчас вспомните, что вас наиболее тревожит. Последнее время, последние дни. Какие-то эмоции, может быть, к вашим близким, людям. Вы на них обижены, на что-то. Или, может быть, это глубоко затаившаяся эмоция, которая у вас постоянно-постоянно всплывает наружу. Возникает в вашей жизни. Создает какие-то внешние конфликты. И не дает вам спокойно идти дальше. Вспомните эту эмоцию. Эмоцию, состояние. Почему она у вас возникает? Кто ее вызывает? Когда она у вас возникла впервые? Попробуйте поднять это ощущение. Если вам даже сейчас будет больно, неприятно, захочется плакать, вспомните ее и почувствуйте, где она отражается в вашем теле. Какая часть тела начинает болеть, ныть, тянуть, напрягаться в тот момент, когда вы вспоминаете это состояние. Сделайте глубокий вдох и наполните эту часть тела вдохом. Впустите туда энергию. И выдохните через рот. Спокойно отпуская эту эмоцию. Еще раз наполните себя на вдохе, наполняя себя. Поднимайте эмоции и с выдохом отпускайте их через рот. Давайте сделаем так еще один раз. Почувствуйте, как стало чуть спокойнее. Ваше тело чуть больше расслабилось. Соберите ладони на масте перед грудью. Давайте откроем нашу практику с трехкратным пропеванием О. Поднимем наши вибрации. Проделаем восстановление, балансировку нашей нервной системы. Если вы не готовы, просто прослушайте. Если вы готовы, высаживаемся, пропеваем А, О, У, М. А из живота, О из грудного отдела, У через горло поднимается. И М поется в голове. Делаем промежуточный глубокий вдох и выдох. И за следующим вдохом начинаем. Ам. 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 держите глаза закрыты опустите тыльную сторону ладоней обратно на бедра большой указательный петь пальцы вместе очень мудро несколько мгновений погружаемся в себя осознаем свое новое состояние в котором уже стало чуть больше свободы во внутреннем пространстве течение всей нашей практики поднимайте ваши эмоции блоки и отпускайте их во благо плавно открываем глаза и со вдохом вытягиваемся за руками вверх собираем замоках выталкиваем в потолок подтягиваемся хорошенечко за руками вверх раскрываем грудной отдел еще раз вдох и выдох выталкиваем руки от себя округляем грудной отдел на вдохе раскрываемся в стороны большие пальцы смотрят назад и с выдохом возвращаем руки перед собой правой чуть выше левый переплетаем локоть в локоть собираем большие указательные пальцы в замок и на вдохе вытягиваемся за локтями вверх с выдохом округляемся локти тянем вдох еще раз вверх и выдох округляемся вдох вверх выдох вниз на вдохе возвращаемся обратно раскрываем руки в стороны и выдох другая рука левая сверху правый локоть в локоть переклетаемся вдох вытягиваемся за локтями вверх и выдох округляемся вдох максимально наполняем грудную клетку и с выдохом высвобождаем ее до последней капли последний раз выдох еще один вдох раскрываемся полностью и с выдохом округляемся ставим ладони на наши колени на вдохе выводим грудную клетку вперед и с выдохом отправляем ее назад несколько циклов протягиваем себя включаем работу весь позвоночник вдох вперед и выдох назад на вдохе возвращаемся в середину за руками тянемся вверх и с выдохом уходим скрутку в правую сторону взгляд максимально назад вдох возвращаемся вверх выдох скрутка влево на вдохе возвращаемся вверх и вытягиваем ноги от себя располагаем руки за собой пальчики смотрят четко вперед затянув носочки таз на вдохе толкаем вверх пор оттанасана отпускаем голову шею держимся здесь на вдохе еще больше выталкиваемся от ладони раскрыт грудной отдел вытягиваем носочки от себя ягодицы держат нас здесь вдох последний раз и с выдохом возвращаемся обратно подтягиваем колени к себе стопы на ширине тазобедренных суставов ладони остаются все там же на вдохе таз толкаем вперед и вверх и выдох здесь расслабляемся поза обратного стола еще один вдох и с выдохом таз опускаем опускаем вниз но не касаясь пола выходим в уголок вдох вверх выдох таз уводим назад еще раз вдох возвращаемся вверх и выдох то стараемся не бросать на пол вдох вверх и выдох назад последний раз и выдох усаживаем таз вниз ноги скрестны перед собой аккуратно переходим на четыре точки опоры поза стола поднимаемся на кончики пальчиков рук сейчас слегка зафиксировав таз несколько циклов кошка корова больше акцента в грудной отдел вдох раскрываемся и выдох округляемся толкаем себя сильно от кончиков пальчиков рук все внимание вверх спины сливаем все движения с дыханием последний цикл и с выдохом вводим таз на пятки переходим в позу ребенка чуть-чуть поднимите ваши ребра вытяните их вперед удлинить позвоночник тазом стремимся к нашим пяткам удлиняем позвоночник ребра и макушку тянет вперед лоб укладывая на коврик несколько мгновений заземляемся возвращаемся внутрь себя глубокий вдох и выдох через рот ладони приклеены к полу на вдохе круглой спиной вырастаем вверх выдох прогибаемся полностью вдох округляемся и выдох прогибаемся пароксизмальное дыхание вдох округлились выдох прогнулись полностью еще один вдох округляемся и с выдохом таз возвращаем на пятки несколько волн попробуем сейчас делать на вдохе круглой спиной мы вырастаем вверх с выдохом узким хватом отжимаемся вес тела переводя чуть вперед а штанга на маскар таз остается на верху на вдохе таз опускаем в пол проныриваем в бэйби кобру за счет мышц спины и с выдохом выталкивая себя от коврика возвращаемся в позу ребенка вдох круглая спина вверх выдох отжимаемся грудь подбородок в пол вдох бэйби кобра и выдох поза ребенка еще один вдох выдох отжались вниз вдох бэйби кобра и выдох поза ребенка попробуйте сейчас все максимально соединить без точек переходим из одного положения плавно в другое соединяя все в одно сплошное движение супер вы молодцы несколько циклов остаемся в позе ребенка и чуть-чуть усложняем нашу задачу на вдохе вырастаем круглой спиной вверх выдох отжимаемся вниз вдох выныриваем полностью собака морды вверх колени отрываем от пола и выдох таз забирает нас наверх собаку мордой вниз со вдохом толкаемся сразу вперед переходим в положение планки колени грудь подбородок в пол а штанга на воскар вдох собака морды вверх и выдох собака морды вниз не задерживаемся еще одна большая волна толкаем себя в планку выдох колени грудь подбородок в пол вдох толкаемся вырастаем собака морды вверх и выдох собака мордой вниз слегка прошагивая чуть-чуть себя подготавливаем вхождению вас ну подвигайтесь так как вам хочется сейчас подвигаться ладони на ширине плечевых суставах все пальчики расставлены шеи расслаблены локти и трицепсы развернуты в сторону пола прямые руки толкаемся от ладоней раскрывая верх свины высвобождаем шею удлиняем оба бока живот чуть подтянутый проворачиваем седалищные кости максимально вверх потолок удлиняем максимально нашу поясницу колени могут быть присогнуты и с ровной спиной пробуем выпрямить наши колени сильные бедра толкают пятки в пол если округляется спина чуть-чуть присогните колени не в ущерб спине собака морды вниз на носочки поднимаемся здесь и разворачиваем пятки в правую сторону раскрывая весь левый бок таз проседает чуть чуть ниже слегка скрутитесь на вдохе возвращаемся и переходим в другую сторону пятки влево таз вниз прочувствуйте как удлиняется противоположный бок продолжаете двигаться со своим дыханием опускаем таз так низко чтобы хорошенечко протянуть бока высвободить наш грудной отдел последний раз пятки влево и возвращаемся обратно вес тела толкаем чуть-чуть вперед возвращаем колени в пол вытягиваемся за правой ногой назад и выходим здесь в диагональный баланс левая рука тянет нас вперед длинный позвоночник шеи у вас продолжение его затылок чуть-чуть толкаем назад протягивая его вперед вытягиваемся в одну прямую линию здесь живот подтянут и еще один делаем вдох и с выдохом локоть подтягиваем колено вдох раскрываемся и выдох округляемся еще один раз и выдох на вдохе вытягиваемся в диагональ сгибая ногу в колени захватываем себя за стопу оттягиваем ее от себя раскрываем левое плечо не агарасана поза тигра так как получается сделать у вас сегодня может быть пользуемся ремнем несколько циклов осталось продержаться здесь и возвращаемся аккуратненько обратно отшагивая нашей правой стопой чуть-чуть позади правая же рука раскрывает нас здесь вдох еще сильнее соедините лопатки вместе раскрыть грудной и с выдохом мы возвращаемся обратно на четыре точки опоры продолжаем работать через скрутку раскрываемся правой рукой вдох и с выдохом ныряем ей в левую сторону плечо у нас укладывается на пол вдох раскрываемся и выдох закрываемся еще три цикла соединяемся обязательно с дыханием и чуть-чуть задерживаемся в крайней точке маленькая маленькая почти незаметная задержка возвращаемся обратно на четыре точки опоры и все то же самое на вторую сторону за левой стопой тянем себя назад за правой рукой вперед шея проверяем длинные подтянутый живот вытягиваемся в одну линию наша опорная левая ладонь четко под плечевым суставом со вдохом вытяните себя максимально в разные стороны и с выдохом колено и локоть соединяются вместе вдох вытягиваемся и выдох округляемся не теряя баланса последний раз вдох и выдох здесь вытягиваемся сгибаем левую ногу в колени и захватываем себя в диагональ за стопы раскрыв правое плечо лопатки присоведите вместе и оттяните себя за левую стопу еще больше добавляя прогиба сильные ягодицы держат нас дышим еще три глубоких дыхательных цикла 2 и последний аккуратненько возвращаем руку на место вытягиваясь за левой ногой отшагиваем слегка назад раскрываемся в грудном отделе здесь руку можно убрать за голову лопатки чуть больше сводим вместе и таз толкаем вперед и вверх дышим здесь еще два и с последующим выдохом закрываемся обратно возвращаем таз на пятки несколько мгновений отдыхаем баланса дышите друзья со следующим вдохом возвращаемся через круглую спину на четыре точки опоры подкручивая стопы мы возвращаемся собаку мордой вниз из этого положения вытягиваясь за правой стопой хорошенечко назад раскрываем сразу тазобедренные суставы и пятку отправляем к нашим ягодицам хорошенечко ладонями выталкиваем себя от пола еще больше открываемся в тазобедренном суставе если спина у нас еще пока что не дотянуто помним то что опорная нога присогнута в колени держимся здесь раскрываемся в тазобедренном суставе еще один вдох и с выдохом плавно подтягивая колено груди раскрываемся в левую сторону и ногу отправляем как можно дальше вдоль полупавший треугольник отталкиваемся от опорной ладони раскрывая грудной отдел вверх еще один вдох и с выдохом плавно возвращаемся обратно колено груди проворачиваемся на левой стопе и отшагиваем правой назад переходим у will style если вам тяжело можно все то же самое делать с предплечье ваш более легкий вариант используйте его здесь еще один вдох раскрываемся и с выдохом закрываемся обратно колено подтягиваем к себе прошагивая вперед отпускаем левая в пол за руками вытягиваемся вверх намаскар и проваливаемся здесь тазом еще чуть чуть ниже а грудью наоборот вытягиваемся вперед и вверх весь позвоночник представляем по одной большой дуге локти разводим еще больше в стороны помогаем себе углубиться в асане на вдохе за руками вытягиваемся вверх и выводим их перед собой подшагивая вперед опускаемся складываемся вниз утонасан через мягкие колени пока что расслабься полностью вверх на вдохе круглой спиной вы расставим вверх вытягиваясь за руками урдох со сну удлиняемся здесь с выдохом намаскар вдох возвращаемся вытягиваемся вверх и с выдохом складываемся вниз вдох удлиняем позвоночник взгляд перед собой колени могут быть присогнуты ахуттанасана с выдохом складываемся полностью вниз отшагиваем правой стопой назад и левой за ней положение планки с до выдохом уходим коленями и груди в пол аштанга наваскарасана вдох проныриваем собака вверх и выдох собака мордой вниз несколько дыхательных циклов отстраиваем свое положение наблюдаем как у нас оживает все наше тело просыпается но какие эмоции поднимаются из его глубин когда вы работаете над вашими блоками можете чувствовать сильное сопротивление или может быть именно те самые эмоции которые закрылись в этих блоках давайте со вдохом за левой стопой вытягиваемся назад сгибая ее в колени раскрываем таз дышим здесь с выдохом чуть больше толкните себя от коврика руками еще один вдох раскройтесь тазобедренным и выдох колено подтягиваем груди разворачиваясь на стопе толкаем нашу левую стопу вправо раскрываемся в упавшем треугольнике может быть вы уйдете на предплечье ваш вариант дышим вдох и с выдохом закрываемся обратно прокручиваясь на опорной правой стопе отшагиваем через верх левый назад таз толкаем вверх уилл стайл раскрываемся здесь лопатки соединяем максимально вверх таз толкаем еще один вдох и на выдохе закрываемся обратно колено подтягиваем к себе прошагиваем нижний выпад за руками вытягиваемся вдох вверх ладони на мосты вдоль позвоночника раскрываемся с выдохом толкаем таз еще больше вперед на вдохе груди тянемся вперед и вверх проверяем наш позвоночник где ли не что ли зажимается в нем контролируем ягодицами нашу поясницу и грудью вытягиваем позвонок за позвонком еще один вдох удлиняемся за руками и с выдохом отшагиваем планку до выдох колени сразу в пол и грудь подбородок вдох собака морды вверх и выдох собака морды вниз аккуратненько взгляд поднимаем вперед и мягко мы выходим на передний край коврика со вдохом удлиняемся позвоночником с выдохом складываемся вниз вдох за руками вытягиваемся вверх и выдох на мосты несколько мгновений побудьте здесь закройте глаза выровнять себя под стопами три точки опор под большим пальцем под мизинцем под пяткой колени слегка подтянут таз слегка подкручен чуть-чуть усиливаем core раскрываем грудной отдел плечи оттягиваем вниз и назад затылок толкаем чуть-чуть назад и вверх максимально удлиняемся за макушкой осознаем левую правую половину тела делаем глубокий вдох поднимаем все наши негативные эмоции изнутри и выдох отпускаем их еще один раз и через расслабленное соскание возвращаемся к нашей практике за руками на вдохе вытягиваемся вверх и с выдохом садимся на невидимый стул со вдохом тянемся сильно-сильно за руками вверх на выдохе садимся так низко как получается ваши колени не выходят за проекцию больших пальцев ног проверяйте себя подкрученный копчик ровная ровная спина вдох тянемся вверх и вы складываемся полностью вниз вдох удлиняем позвоночник откуда нас выдох от шаг левой ногой назад правый планка до выдох колени грудь подбородок в пол вдох собака мордой вниз и вы собака мордой вверх аккуратненько отправляем плавно колени в пол выходим на четыре точки опоры и доделываем то что не доделали с вами раскрываемся нашей правой левой ладонью вверх на вдохе и с выдохом промыливаем ей вправо в динамике вдох вверх и выдох вниз и еще 3 2 и последний раз возвращаемся на четыре точки опоры из этого положения прошагиваем ладонями вперед грудь отправляем в пол анахат асана несколько дыхательных циклов подготавливаем наш грудной отдел дышим здесь таз остается над колени руки вытянуты локтях и плавно сгибая локти уходим тазом в пол сарал бху джангас на сильные ноги таз подкручен грудь тянется вперед чуть-чуть натягиваем ладонями коврик на себя сарал бху джангас на глубокий вдох здесь и с выдохом ладонями толкая себя от пола возвращаемся позу баласа не задерживаясь с ней через круглую спину возвращаемся обратно подкручивая стопы толкаем себя собак мордой вниз дышим здесь три выдыхаем все напряжение два и последний со вдохом за правой стопой вытягиваемся назад раскрываем тазобедренность сразу углубляемся в этом положении на вдохе и с выдохом подтягивая колено вперед разворот упавший треугольник пятка правая максимально скользит назад таз вытягивает нас вверх грудной отдел раскрываем здесь вдох и с выдохом плавно возвращаемся обратно колено к себе прошагиваем вперед и выходим в положение верхнего выпада хайланч локти раскрываем чуть чуть назад на уровень плечевых суставов грудь толкаем вперед затягиваем стопами сильно коврик под себя таз смотрит четко вперед свободно расслабленные пальцы вдох еще больше лопатки соединяем вместе и выдох усаживаемся чуть чуть глубже последний раз вдох и с выдохом отправляем наши пальцы в пол раскрываем обе стопы в правую сторону наш таз опускаем низко 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 проваливаемся в бедра раскрываем здесь можно помочь себе рукой чуть-чуть оперевшись в бедро главное не давить на колено раскрыть себе тазобедренные суставы слегка можно попружинить и аккуратненько на вдохе мы вытягиваемся вверх раскрываясь в грудном отделе плавно разворачиваемся в левую сторону и просаживаемся в скандасану таз опускаем так низко как получается правое плечо ставим в упор раскрываемся левой рукой вдох и с выдохом аккуратненько помогая себе руками перетекаем парасорита под оттанасан самая простая вариация руки ставим в упор в бедра толкаясь от них удлиняем позвоночник вдох и на выдохе с прямой спиной через проворот в тазобедренном суставе складываемся так низко как получается у вас дышим здесь если вы находитесь в положении горизонтальном находитесь в нем там где вам позволяет делать ваше тело и аккуратненько на вдохе все вместе вырастаем вперед разворачиваем нашу правую стопу вправо и руками уходим в диагональ сгибая правое колено 90 градусов таз остается раскрытый и еще дальше вытягиваем корпус в диагональ наше левое бедро сильное обязательно внешнее ребро левой стопы давит в коврик сильные ноги держат нас и мы продолжаем немножечко наше флоу устанавливая руку в предплечье в бедро раскрываемся у тита парша к нас они положение вытянутого угла толкаем себя чуть-чуть предплечьем раскрываем максимально тазобедренные суставы и удлиняемся от левой стопы до левой ладони вытягиваем весь наш левый бок постарайтесь оба бока держать максимально симметричные здесь еще один глубокий вдох делаем и с выдохом закрывая ладонь в пол мы отшагиваем в планку кто готов продолжаем штуранга дандасны наши венясы если тяжело а штанга намаскар вдох собака вверх и выдох собака мордой вниз за левой стопой вытягиваемся назад раскрываемся в тазобедренном суставе ну пару дыхательных циклов со вдохом еще больше открыли здесь и выдох колено подтягиваем груди проворот на правой стопе толкаем левую стопу в правую сторону таз раскрываем вверх упавший треугольник вдох глубокий и с выдохом закрываемся обратно прошагиваем стопой вперед вырастаем хайланч плечи и локти на уровне плечей в одну линию заворачиваем таз подвздошные кости смотрят четко вперед сильная задняя нога раскрываемся еще больше грудным отделом соединяем лопатки вместе локти проталкиваем вперед с выдохом чуть ниже проседаем здесь на вдохе грудь раскрываем еще больше вперед еще один глубокий вдох и с выдохом опускаемся вниз обе стопы разворачиваем в левую сторону в упоре на правой ладони левый помогаем себе раскрыть тазобедренные слегка покачиваясь проседаем так глубоко как получается у вас это сделать сейчас еще один вдох в своем максимуме раскрываемся и с выдохом закрываясь обратно мы аккуратно перемещаемся скандасно разворачиваясь в правую сторону левая ладонь в упоре плечо толкает в колено и мы раскрываемся правой ладонью вверх дышим здесь если вы находитесь высоко это ваша версия пускай это будет так стараемся никак не оценивать себя как хороший или плохой это ваше состояние мы работаем над собой еще один вдох и с выдохом стопы выстраивая сразу параллельно друг к другу мы переходим просорита подоттанасана чуть чуть глубже если получается руки опускаем на пол под плечевые суставы четко таз находится на одной линии с пятками удлиняемся с вдохом и с выдохом складываемся вниз если получается ладонь выстраиваем на одной линии с нашими стопами через проворот в тазобедренном суставе как будто бы ваши бедра хотят провернуться еще больше раскрыться назад сильно выталкиваем колени и ребрами стоп внешними давим в разные стороны дышим несколько циклов наслаждаясь тем состоянием которое может делать ваше тело сейчас на вдохе все вместе возвращаемся обратно левую стопу разворачиваем в левую сторону сгибая колено 90 градусов удлиняемся всем корпусом в правую диагональ сильное заднее бедро ребро внешние стопы правый расталкивает коврик таз стараемся опустить еще ниже при этом не заваливать левое колено на наше плечо на наш корпус раскрываем его еще больше в сторону и себя вытягиваем удлиняя живот в диагональ амбл воин мирный мирный воин такой у нас получился и в продолжение нашей виньясы слегка поднимаемся вверх предплечье на левое бедро удлиняемся в вытянутом треугольнике если тяжело можно руку просто держать вверх если получается 45 градусов за головой лопатки держим собранные вместе и хорошенечко толкните сейчас внешним ребром правой стопой коврик и вытяните за правой ладонью себя еще один вдох с выдохом закрываемся и отшагиваем в планку друзья четвером дандасан вдох собака мордой вверх и выдох колени в пол баласана несколько мгновений даем себе восстановиться и через круглый позвоночник вырастаем через вирасан в коленное положение готовимся выполнить позу верблюда подкручиваем сразу стопы подкручиваем наш таз и толкаем его слегка слегка вперед руки располагаем на нашей пояснице которые лежат вдоль локти сводим вместе и назад раскрываемся больше грудным отделом удлиняем шею если вам комфортно здесь можно уйти на пятки раскрываем плечевые суставы лопатки еще больше соединяем вместе и какого дискомфорта в пояснице если вы его чувствуете свернитесь чуть-чуть назад обязательно усилите ваши ягодицы и таз толкните чуть-чуть вперед дышим здесь еще три дыхательных цикла раскрываем больше грудной отдел если шеи комфортно можно голову отпустить назад последние два и один на вдохе в обратном порядке возвращаемся поднимаемся вверх и уходим в позу ребенка еще раз раскручиваем позвоночник удлиняемся здесь за руками вверх и добавляем легкую скрутку ладони намасте уходим правым локтем за наше левое бедро поддавливая ладонь на ладонь стараемся раскрыть грудной отдел и скрутиться от тазобедренного сустава будьте аккуратны и внимательны к себе в этом положении взгляд пробуем отправить вверх и дышать через мягкий живот на вдохе возвращаемся обратно вытягиваемся вверх и с выдохом скручиваемся в правую сторону локтем цепляясь за бедро пытаемся раскрыть грудной отдел чуть больше поддавить ладонью на ладонь и таз не отрывайте от ваших пяток делаем так как у вас сейчас это получается еще один глубокий вдох в живот и выдох здесь на вдохе вырастаем вверх и с выдохом убираем руки вперед пробуем еще раз проползти в нахат асану таз остается над нашими коленями руки выпрямленные в локтях приклейте ваши ладони широкие к полу и стремитесь грудью подбородком лечь полностью на пол здесь если вам совсем комфортно и легко можно поставить наши кончики пальчиков в упор и оторвать колени от пола углубиться в этом положении дышим там где мы есть еще три два и один аккуратненько возвращаемся обратно сгибая руки в локтях отправляем себя сарабхуджангасану опять-таки сильные ягодицы вдавливают лобок в коврик ладонями подтягиваем себя раскрывая еще больше грудной отдел вперед и вверх взгляд чуть-чуть поднимаем вверх длинная шея остается не заламываем ее и аккуратненько опускаемся вниз расправив пятки в стороны покачиваем ягодицами расслабляем нашу поясницу не забываем дышать и отпускать все напряжения из нашего тела аккуратненько ладони выстраивая под грудь возвращаемся в позу ребенка таз откидываем назад через круглый позвоночник на вдохе сразу вырастаем вверх и возвращаемся в собаку мордой вниз вспоминаем всю нашу виньясу и немножечко добавляем в нее продолжение взгляд поднимаем ниже ладонями мы слегка подшагиваем вперед или прыжком выходим удлиняем позвоночник складываемся вниз и вырастаем за руками вверх с выдохом садимся на невидимый стул утка таз нам подкручиваем здесь таз держимся еще один вдох удлиняемся за руками с выдохом складываемся вниз на вдохе удлиняемся за левой стопой назад и отшагиваем ей в широкий выпад вырастаем за руками вверх вдох с выдохом отправляем их за спину собираем в замок оттягиваем пол раскрываем здесь грудной отдел вдох и выдох чуть-чуть глубже за вдохе вырастаем за руками и с выдохом уходим в положение выпада подтягивая правое колено к себе проталкиваем стопу в левую сторону раскрываемся упавший треугольник вдох с выдохом возвращаемся обратно прошагиваем правой стопой вперед стопы разворачиваем обе в правую сторону раскрываемся правой рукой вверх или помогаем себе раскрыть бедро здесь ваш вариант таз опускаем так низко как получается сейчас еще один вдох и выдох закрываемся обратно развернувшись в левую сторону переходим скандасана вдох и выдох поднимаемся вверх просорита подотта у нас не удлинив подвоночник вдох выдох складываемся вниз не задерживаясь здесь удлиняемся вдох разворачиваем правую стопу вправо с выдохом уходим идем дальше ладонь устанавливаем перед правой стопой раскрываемся левой рукой вверх и с выдохом вытягиваемся чуть более глубокий вытянутый треугольник взгляд пробуем поднять вверх еще один вдох растягиваемся здесь и добавляем один баланс вытягиваясь за нашей правой рукой вперед слегка даем себе толчок и переходим здесь в артхачандрасану пяточка натянута на себя удлинена максимально назад и вверх наша левая нога раскрытый таз максимально плоский становимся здесь если получается уводим руку вверх взглядом поймайте одну точку или же если хотите идти дальше захватите себя за стопу левая рука левая стопа и помогите себе еще больше раскрыться здесь в тазобедренном и в грудном отделе делаем вдох и с выдохом аккуратненько заворачиваемся в пол складываемся полностью вниз вдох вдох вырастаем за руками вверх с выдохом садимся на невидимый стул утка тасана подкрученный хвост сильный живот вдох тянемся за руками сильными вверх с выдохом складываемся вниз удлиняем за правой ногой и позвоночником отшагиваем положение вырастаем со вдохом за руками вверх и с выдохом отправляем их в замок грудь открываем делаем глубокий вдох с выдохом проседаем чуть-чуть глубже вдох за руками вверх и с выдохом опускаем их вниз стопы разворачиваем сразу в левую сторону проседаем здесь раскрываясь левой рукой вверх так низко как получается у вас сейчас сделать это уйдите в самое глубокое положение еще один вдох и с выдохом мягко закрываемся стопы разворачиваются в правую сторону переходим с кандасану наша правая стопа колено смотрит в потолок раскрываемся вдох с выдохом перетекаем просорита под оттанасом удлиняем позвоночник вдох и с выдохом наклоняемся так низко как получается у вас это сделать сейчас работаем нашими бедрами сильные стопы вдох возвращаемся удлиняем позвоночник левая стопа смотрит влево с выдохом сгибается колено 90 градусов уходим в него на вдохе левая ладонь с внешней стороны от левой стопы раскрываемся таз максимально раскрывается здесь вдлиняемся за правой ладонью оба бока стараемся выпрямить взгляд вверх вдох и с выдохом даем себе мягкий толчок поднимаемся в упор на левую ногу так как получается у вас сделать если вы просто ловите баланс ловите его если вам нужен кирпичик подставьте кирпичик делайте свою вариацию доступную вам сегодня те кто готов углубляться и идти дальше поймав баланс пробуем согнуть нашу ногу и захватиться за стопу проворот чуть больше в плечевом суставе раскрываемся тазом и грудным отделом держимся здесь еще два дыхательных цикла осталось если вы падаете, падайте и возвращайтесь обратно пробуем, друзья и с очередным выдохом закрываемся обратно подшагиваем и складываемся полностью вниз вдох выдох вырастаем за руками вверх выдох уходим утка таз на вниз присаживаемся на невидимый стол вдох тянемся за руками и выдох складываемся полностью вниз вдох удлиняем позвоночник и с выдохом отшагиваем планку чтуранга дандасана вниз вдох вдох собака мордой вверх и выдох собака мордой вниз дышим здесь возвращаемся полностью внутрь своего тела сделайте глубокий вдох вспоминая то, над чем мы сегодня работаем поднимайте эмоции и выдыхайте их еще один вдох и выдох через рот вдох вдох выдох вдох аккуратненько тянемся за правой стопой назад раскрываем сразу тазобедренные и мягко-мягко-мягко выводя вес тела вперед начинаем прокручиваться на левой стопе и пробуем отшагнуть назад таз и грудь толкаем еще больше вверх удлиняемся здесь со вдохом хорошенечко раскройтесь и с выдохом здесь же опускаем таз на коврик и выходим в гонгхасана отправляем правую стопу за левое бедро колено складываем над коленом самое простое положение если вам здесь абсолютно комфортно сгибаем левую ногу в колени садимся ягодицами на пол между нашими стопами раскрываемся руками в стороны либо же собираем их сзади в локтевой замок или же отправляем нашу левую руку вниз правую через вверх собирая замок удлиняемся вдох за макушкой и с выдохом складываемся вниз закрыв глаза погружаемся полностью внутрь себя в свои ощущения в свои эмоции в свои эмоции еще раз осознайте то что всплывает у вас поднимается какие эмоции какие чувства какая часть тела сейчас наиболее напряжена зажата и с выдохом отпускайте это напряжение освобождайте в себе внутреннее пространство для нового опыта для более чистых эмоций на вдохе плавно возвращаемся обратно отпускаем наши руки об освобождаем ноги вытягиваем стопы от себя руки располагаем позади как мы делали в начале занятия выталкиваем таз вверх делаем здесь глубокий вдох раскрываемся еще больше и выдох возвращаем таз на место подтягиваем стопы к себе плавно переходим на 4 точки опоры и в планку да выдох чатуранга дандасна вдох собакой вверх и выдох собака мордой вниз вытягиваемся теперь за левой стопой раскрывая тазобедренной пятка тянется к нашей ягодице и отсюда вес тела толкаем чуть-чуть вперед аккуратно проворачиваемся и отшагиваем камот карасану раскрываем грудной отдел хорошенечко толками еще больше таз и грудь вверх в потолок вдох и с выдохом мягко опускаем правое бедро на пол уходит голень левая за правое бедро и складываем здесь наши ноги в то что нам сейчас доступно усаживаемся ровно на ягодице удлиняемся позвоночником правая рука уходит через низ левая через верх гомукхасана поза головы коровы удлиняемся со вдохом и с выдохом длинным животом уходим в наклон вперед дышим здесь дышим здесь отпускаем все что нас держит что не дает нам идти дальше к более чистому опыту на вдохе возвращаемся обратно вверх и распутываем наши руки ставим их позади ноги вытягиваем перед собой ставим стопы в упор и таз толкаем на вдохе вверх выдох здесь вдох и выдох проскальзываем в уголок таз на весу вдох возвращаемся обратно и выдох назад еще так три раза и последний таз усаживаем вниз чуть-чуть поближе приближаемся к нашим коленям обнимаем себя за колени и мягко-мягко вытягиваем круглую спину назад расслабьте шею подышите здесь задние ребра и аккуратненько ноги скрестно достаем из-под себя и отшагиваем в планку начинаем медленно 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 отжиматься вниз опускаем себя так медленно как получается и укладываем полностью на коврик удлиняемся стопами назад поднимаем себя немного расставляя локти в стороны достаем грудной отдел удлиняем максимально живот укладываем себя вниз несколько дыхательных циклов расслабляем шею полностью таз возвращаясь обратно ставим себя на локти в упор как в позу сфинкса подтягиваем к себе левую стопу и захватываемся за нее с внутренней стороны стопы отсюда раскрываем еще больше грудной отдел плечо локоть правый находится на одной прямой линии и пробуем к себе подтянуть нашу стопу тянем пятку так близко к ягодице как получается и поддавливаем на нее нашей левой ладонью если получается выводим левое плечо на один уровень с нашим правым и отсюда добавляем грудного отдела тянемся грудью как в позе сфинкса вперед и чуть-чуть вверх проверяем нашу шею не заламываем ее дышим слегка подвернутый таз я напоминаю опускаем и меняем нашу ногу левое локоть под плечо уходит с предплечья смотрит четко вперед сгибается правая нога захватываем себя с внутренней стороны и подтягиваем пятку к ягодице к правой таз в ровном положении ягодицы вдавливают наш лобок в коврик и заворачивать пробуем правое плечо чуть-чуть вперед на один уровень с левым грудью тянем себя вперед и чуть-чуть вверх максимально удлиняем позвоночник и пробуем отпустить излишнее напряжение из нашего бедра подтолкнуть пятку чуть ближе к ягодице аккуратно возвращаем ее на место укладываемся расслабляем поясницу слегка бедрами покачиваем в разные стороны готовимся выйти в дхану раз на пояс лука выходим в исходное положение сгибаем обе ноги в коленях и пробуем захватить себя за них может быть вам понадобится ремень либо же беремся с внешней стороны но лучше сделать это с внутренней стороны колени сильно не разводим в стороны не ширится бедренных суставах готовимся сразу включаем ягодицы максимально так как мы делаем из положения стоя сильные-сильные ягодицы подкручиваем и толкаем приклеиваем лобок к нашему полу и они никак не меняют свое напряжение если вы будете расслаблять ягодицы вы будете уходить в поясничный прогиб проваливать еще больше вашу поясницу и травмировать ее на вдохе раскрываемся за ногами вытягиваем себя вверх сильные бедра пытаемся их выпрямить и за счет силы бедер поднять свой корпус еще выше дышим здесь и теперь отрываем бедра от коврика вытягиваем себя еще чуть выше с последующим выдохом возвращаемся обратно в пол и выталкиваем таз на пятки поднимаемся здесь круглой спиной вверх подкручиваем стопы и выходим с шашанкасану в компенсацию захватывая себя за стопом отправляем макушку максимально близко к нашим коленям и круглой спиной вытягиваемся вверх дышим здесь со вдохом раскрываем еще больше ребра в стороны возвращаемся плавно обратно на четыре точки опора вспоминаем нашу скрутку на вдохе правая рука раскрывается вверх и с выдохом она ныряет в левое окошко плечо полностью укладываем в пол и раскрываемся левой рукой вверх если вам здесь комфортно можно захватить себя за правое бедро помочь себе скрутиться еще больше лопатки сводим вместе оттягиваем плечи чуть-чуть от ушей проверяем наш таз остается смотреть четко назад никуда не искривляется и если вам и здесь совсем комфортно можно добавить вытянуть левую ногу в сторону и оттолкнувшись от нее помочь себе чуть-чуть скрутиться глубже дышим здесь еще три два и один аккуратненько выводим нашу левую руку назад и вверх возвращаем левую стопу вниз если она у вас была там и укладываем наше левое плечо чуть ближе к нашему колену если получается можно прям правой рукой захватить себя за левую стопу пробуем себя скрутить чуть-чуть глубже колени остаются на ширине тазобедренных может быть вы захватитесь за голень разворачиваете таз обратно назад и еще дальше отшагиваете вашей левой ладонью за голову наша обязательно голова лежит на правом боку так чтобы у вас не было никаких болей в шее проверяйте себя дышим еще здесь пару дыхательных циклов расслабляя живот и аккуратненько возвращаемся обратно вытягиваем себя удлиняемся и скручиваемся за левую руку вверх с выдохом уходим скрутку в правую сторону плечо уходит на пол первая простая вариация можно даже себя чуть-чуть оттолкнуть правой ладони помочь себе скрутиться если получается руку вытягиваем вверх в потолок и убираем ее еще дальше за левое бедро захватываясь ладонью если здесь вам легко выводим правую стопу в сторону толкаясь от нее выравниваем положение таза и скручиваемся еще больше вверх в потолок дышим здесь через мягкий живот три дыхательных цикла два и один аккуратненько возвращаемся чуть-чуть обратно вытягиваем наше левое плечо вдоль левой голени таз проверяем заворачиваем обратно и отшагиваем нашей правой рукой максимально далеко за голову помогаем себе раскрыться чуть больше в плечах в грудном отделе здесь помогите себе чуть-чуть таз отстолкните его слегка в левую сторону дышим еще здесь три дыхательных цикла два и один и возвращаемся обратно и уходим в собаку мордой вниз через нее большую большую волну запускаем вперед через планку колени касаются пола прогибаемся здесь и возвращаемся в собаку мордой вниз мобилизируем весь наш позвоночник толкаем волну вперед колени в пол вдох и выдох возвращаемся собака еще раз вдох планка вперед колени в пол и выдох собака мордой вниз аккуратненько делаем небольшой прыжочек или же мягко высаживаемся на ягодицы так как у вас получается округляя позвоночник выкладываем его полностью на коврик стопы ставим чуть-чуть поближе к ягодицам и с выдохом поднимаем таз вверх руки в замок под тазом чуть-чуть качнувшись со стороны в сторону собираем лопатки вместе грудь толкаем вверх с эту бандхасану закрываем глаза таз еще выше грудь стремится вверх в потолок шеи свободны держимся здесь не забываем дышать не задерживаем дыхание оно плавно перетекает от вдоха к выдоху еще один глубокий вдох и с выдохом раскрывая вверх спины позвонок за позвонком мы возвращаем на коврик обратно колени к себе обнимаем себя и покачиваемся из стороны в сторону массаж нашей поясницы крестца несколько мгновений даем вам расслабиться и уходим во второй подход во втором подходе мы будем выходить в полный мост если вы не уверены в себе в своих силах то вы делаете то же самое что мы сейчас сделали с эту бандхасану полумост кто готов идти дальше возвращаемся исходное положение и руки выстраиваем рядом с нашими ушами локти обязательно смотрят вверх ни в коем случае не разваливайте их в стороны если они у вас разваливаются ваши руки скорее всего не готовы делайте предыдущую версию полумоста все остальные кто готов кто хочет таз толкаем вверх и выталкиваем себя полный мост можно чуть-чуть покачаться здесь вперед и назад перенося вес тела с бедер на руки проверяем наши ягодицы в рабочем положении измираем здесь на 5 дыхательных циклов 4 3 2 1 мягко возвращаемся обратно подкручиваем сразу шею опускаем ее на коврик вниз опускаем корпус опять колени к себе обнимаем покачиваемся из стороны в сторону расслабляем позвоночник спина самая мощная асана на раскрытие грудного отдела одна из цариц асан поза полного моста и мы идем с вами дальше вытягиваем левую ногу от себя правое колено подтягиваем хорошенечко к себе включая наш левое бедро в работу носочек натягивая на себя толкаем пятки еще дальше в пол мы лежим ровно на нашем коврике оба бока у нас вытянуты и сильнее подтягиваем к себе правое колено вытягиваем диагональ нашу поясницу подвздошно-поясничные мышцы активное левое бедро нам в этом помогает если оно будет расслаблено у вас не будет работать положение включаем стопы со следующим вдохом ставим левую стопу в упор правую вводим на нее раскрывает изобедренный сустав захватываем себя за левую голень проскальзывая правой рукой в окошечко колено максимально раскрываем в сторону проверяем весь весь позвоночник у нас лежит на полу таз прижат коврику если тяжело может быть вы возьмете под бедро найдете свой вариант если вам вполне комфортно держимся здесь и с каждым выдохом стараемся всю конструкцию из ног подтянуть еще ближе к себе поза ушка иглы сусирандрасана красивое название расслабляемся расслабляем наши бедра и с каждым выдохом отпускаем напряжение мягко подтягивая голень еще ближе к себе можно закрыть глаза создать мягкую улыбку на лице и наслаждаться процессом как сейчас работает ваше тело расслабляется связки мышцы ваши тазобедренные раскрываются разрабатываются аккуратненько возвращаем обратно и меняем нашу ногу вытягиваем правую стопу от себя носочек натянут вверх в потолок активное бедро пробуем колено прижать полностью к полу а стопа как будто бы она стоит у вас на невидимой стене и вы еще больше пяткой пытаетесь толкнуть эту стену левое колено затягиваем максимально близко к себе обнимаем его дышим через мягкий живот несколько циклов отпускаем все напряжение в теле оно у нас хорошо поработало идем дальше ставя правую стопу в упор левую располагаем над коленом ныряем руками в окошечко и снаружи обнимаем голень правую и подтягиваем всю конструкцию к себе постарайтесь голеностоп уложить полностью на ваше бедро не только стопа у вас здесь чтобы голеностоп проваливался вниз за бедро а именно голеностоп ложится на ваше бедро тем самым вы почувствуете как у вас еще сильнее открывается тазобедренный сустав работаем с ним отпуская все внимание его внутреннюю часть представляем себе как все связочки которые в нем есть расслабляются все блоки которые там есть расстаивают и с выдохом вы подтягиваете всю конструкцию еще ближе к себе дышим через мягкий живот максимально растворяясь в дыхании аккуратно возвращаемся обратно оба колена подтягиваем к себе и начинаем слегка раскачиваться вперед и назад массажируя весь позвоночник будьте аккуратны будьте аккуратны если есть с ним какие-то проблемы не делайте это вы будете более мягкие формы массажа используйте и отсюда мы с вами сделаем еще одно мощное упражнение на грудной отдел и уже уйдем расслабляться в шабас вытягиваем стопы от себя раскрывая их в разные стороны пятка касается пятки поднимаемся на локти так как будто бы мы загораем на пляже чуть-чуть подшагиваем локтями под нашу спину раскрывая еще больше грудной отдел у нас бедра должны быть обязательно сильные если получается ладони заводим под ягодицы если вам так удобно еще больше уходим здесь прогиб если нет проблем шеи пробуем макушку отправить назад мать ясно поза рыбы чуть-чуть больше соединяем лопатки вместе и макушкой как будто бы мы хотим коврик затянуть под себя при этом не забываем работаем бедрами включается наша спина если готовы идти дальше вытягиваем руки в диагональ если не готовы не делаем этого дышим здесь грудью вырастая вперед и вверх взгляд уводим на кончик нашего носа дрижьте взгляд это наше внимание слегка зажимаем мышцы промежности булабанха дышим дышим еще несколько дыхательных циклов и аккуратненько возвращаемся обратно сначала на вдохе поднимаем взгляд вперед и опускаем плавно позвонок за позвонком на коврик обнимите себя за ваши плечи выложите комфортно ноги удвините максимально спину позвоночник если ваша поясница как-то не комфортно либо подлежит подложите что-то под бедра или поставьте стопы в упор сделаем последнее движение которое хочется сделать сейчас за вашим телом раскатываем вверх спины и массажируем его и в таком вытянутом раскрытом положении укладываем лопатки на коврик поднимаем чуть-чуть голову немножечко прокручиваем шею помогаем ей расслабиться и выкладываем четко на наш затылок симметрично левая и правая половина ладони смотрят в потолок разбрасываем себя по коврику занимаем комфортное положение готовимся к максимальному расслаблению сейчас почувствуйте насколько ваше тело после проделанной практики стало более спокойным ровным расслабленным и свободным во всех движениях и действиях которые хочется делать вам давайте еще раз вспомним ту эмоцию над которой мы работали сегодня все занятия попробуйте поднять ее почувствуйте насколько вам стало легче принимать ее в вашем теле найдите где она локализуется какая точка в вашем теле начинает сигнализировать о том что эта эмоция засела в ней сделайте вдох в эту точку и выдох через рот еще несколько раз продышите ее отпустите почувствуйте как в вашем теле как в вашем теле стало легко как оно освободилось очистилось расслабьте все последние части тела которые были еще напряжены пахи пахи грудь лицо точку межброви почувствуйте как какая-то тяжесть сверху начинает давить на все ваше тело высвобождая его от напряжения оно выжимает его и отправляет в пол остается лишь только свободное пространство расслабленное тело и вы с собой здесь и сейчас позвольте себе побыть в расслабленном состоянии шавас не так долго как можете на этом наш урок закончен я всех предлагаю в свою онлайн студию и дарю неделя в подарок друзья присоединяйтесь намасте и и и